К примеру, вам нужно просверлить отверстие так, чтобы не намусорить и не насорить. Для этого нужно отмечаем точку, где будем сверлить и в центре сверлим отверстие. С помощью того же магнита очень легко навести порядок на рабочем месте. Для этого понадобится салофан и магнит. Ложим магнит внутрь и начинаем собирать металлический мусор. Стружку, какую-то мелкую пыль. Магнит соберет все. Ну а после того, как убрались, просто берем и выворачиваем пакет. Весь мусор остается в этом пакетике. Почти всегда, когда вы что-то разбираете, вы эти болтики, мелкие детальки бросаете на стол и потом просто их не найти. Для того, чтобы этого избежать, нам понадобится просто обычный магнит. Положив его с собой рядом и прилепляя все железные детальки на него, вы с легкостью потом отыщите все, что нужно. Ну и также можно взять и перенести в любое место, не потеряв ни одной детальки. Теперь покажу старый, всеми забытый способ с гвоздем. Гвоздь нужно загнуть. Вот и готов наш хомутатель. При работе с какими-то хромированными элементами К примеру, сантехникой. Очень опасно работать и зажимать железными губами. Из этого есть выход. Для этого просто берем и наматываем изоленту. И поверьте мне, цвет изоленты не имеет значения. Так же как и ее аккуратность намотки. Готово. Очень часто бывает так. Вкручиваешь саморез в фанеру и он не утопает в фанере. Шляпка торчит. На помощь придет вам все та же бита. Бита сделана из очень хорошего металла, более твердого. И поэтому с помощью биты вы можете сделать зенковку отверстия. Бите ничего не станет, а потай у вас получится. Следующий секрет, так скажем, будет заключаться в том, чтобы рулеткой поделить определенный отрезок на три равных части. Три, четыре, пять, сколько хотите. Сейчас я поделю на три одинаковых части вот эту вот ширину. Для этого нужно ищем число кратное трём. Например, тридцать. Выставляем по диагонали тридцать. И напротив каждого десятка делаем отметки. Теперь замеряем и проверяем. Пять, пять, пять. Мы разделили ровно на три части по пять сантиметров. Также можно разделить на четыре. К примеру, делим на четыре. Ищем кратно четырем. Например, двадцать. Например, двадцать. И каждые пять сантиметров делаем отметки. У нас получилось раз, два, три, четыре части. Каждая часть равна трём с половиной сантиметров. Ну и так дальше. Если так произошло, что у вас есть отверстие, в которое нужно вкрутить саморез, то это отверстие очень большое. Есть несколько уже давно проверенных способов. Всё это можно найти в интернете, но я предложу свой. Что всегда бывает под рукой. Изоленты, я думаю, есть у каждого. Делаем один моток изоленты, а лишнее отрезаем. Пробуем. С помощью двух саморезов изоленты можно сделать очень вспомогательную приспособу. Для этого нужно на саморез с краю аккуратно намотать изоленту. Примерно сантиметра три. То же самое сделаем на втором. С этим приспособлением вилка больше не будет вам мешать валяться на столе. Для того, чтобы повешать рамку и не мучиться с разметкой гвоздика, можно воспользоваться обычной рейкой, либо любой другой палочкой гвоздика. Для этого забиваем гвоздик в нашу речку. Теперь, чтобы разметить, куда нужно повешать рамку, вешаем на гвоздик нашу рамочку и примеряем, куда мы хотим повешать, чтобы точно. После того, как вы выбрали место, убираем рамку и гвоздь нам наметил именно ту точку, куда стоит крепить гвоздик. Не всегда бывает легко начертить большую окружность, так как циркуль делает небольшие диаметры. В этом нам поможет обычная линейка. Для этого нужно просверлить небольшие отверстия. Одно на однерке и второе, к примеру, на 15. Теперь с помощью карандаша и обычного шила мы делаем нужную нам окружность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как ваша старая рулетка уже себя изжила, не торопитесь ее выбрасывать. Здесь есть очень много нужных запчастей. К примеру, открутив вот эту прищепку, мы можем применить ее еще раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Допустим, прикрутив ее на молоток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Использовать этот молоток можно будет где-то на высоте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА